Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Сидмерс Цивилизation 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания в зависимости от того, что там у них есть. Цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная. Это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя. Где-то хорошо, где-то плохо. Слабая. Особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана. Это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Зулусы появлялись абсолютно во всех частях Сидмейерс Civilization, начиная с первой и заканчивая шестой. Любимая чёрная цивилизация в Фераксис, видимо. Ну а место появления у них прописано любое, абсолютно любое, так что могут появиться как в хорошем, так и в плохом месте. Имейте это в виду. Кстати, вспомнилось, что во второй циве у цивилизаций обязательно должно было быть два лидера, мужской и женский. И если с мужским у зулусов всё понятно, шака, то для женского пришлось выдумывать шакаллу. Вот так звали женского лидера зулусов. Уникальная способность зулусов называется Исибонго. Города с гарнизонами получают плюс 3 лояльности в ход, а если юнит это корпус или армия, тогда плюс 5. Кроме того, юнит улучшается до корпуса или армии при захвате чужого города, если открыты нужные цивики. Сама по себе способность, конечно, странноватая, но она очень хорошо комбинируется с уникальным юнитом и способностью лидера. Кстати, лидером у зулусов является всё тот же вездесущий шака. Он, кстати, был лидером зулусов во всех частях Сидмейер Сивилизейшн. Очевидно, других зулусов-лидеров мы просто не знаем. Так вот, его способность в шестёрке называется Амабута и позволяет создавать корпуса и армии намного раньше, чем другим цивилизациям. А именно, корпуса сухопутные, правда, имейте в виду, это касается только сухопутных юнитов, можно создавать после открытия цивика-наёмники, а армии после открытия цивика-национализм. Кроме того, созданные корпуса и армии получают ещё и плюс 5 к силе. Уникальный район зулусов называется Иканда. Опять же, во всех прошлых цивилизациях, где были уникальные здания, районы, это обязательно были Иканды. В шестёрке она заменяет, конечно же, военные лаги. Но, в отличие от него, даёт одно жильё. На 25% ускоряет строительство корпусов и армий в городе. Кроме того, вы можете строить корпуса и армии просто при наличии Иканды и открытии нужных цивиков, в то время как другие все цивилизации должны ещё военную академию построить. А также все военные здания в Иканде будут давать плюс 2 монетки и плюс 1 науку. Ну и традиционно, как и любой другой уникальный район, Иканда в два раза быстрее строится, чем военный лагерь. Уникальный юнит, опять точно такой же, какой был во всех предыдущих цивах, это импи. Импи заменяют пикинёра, но стоят в производстве дешевле, на стандартной скорости 125 молотков вместо 180. Дешевле в содержании, одна монетка вместо трёх, получают опыт быстрее, а также плюс 100% к фланговому бонусу. Мои зрители, как мне кажется, Зулусов не совсем распробовали, поставив в серединку своего голосовательского рейтинга на 25 место, отдав чуть меньше 4% голосов. Но вот, например, Genius Ginger написал, что, по его мнению, Зулусы самая сильная военная цивилизация. В середине игры она начинает просто глину мешать, выходит в национализм, и вот у тебя у столицы три армии мортир и армия мушкетёров, которые разбивают твои танки. Этот буст подавляет даже научное превосходство на эпоху. Корпус мечников примерно равен по силе отряду мушкетёров, а в корпуса при правильной игре выходишь быстрее, чем успеют тебя опередить. Более того, даже в мушке ты не успеешь выйти. По-моему, Македония тоже очень сильная, да и самолёты Рузвельта хороши, но вот Зулусы прям имба. Во многом соглашусь с отзывом зрителя, и мне очень хотелось поставить оценку сильно, действительно. Возможно, традиционно со мной в комментариях будут не согласны. Но я ставлю Зулусам оценку средне. Причина одна. Именно тотальная заточенность на войну. Дело в том, что частенько бывает в партиях, что вам просто некого захватывать. Кроме того, в сетевой игре, если против вас играет, ну хотя бы равный по силам соперник, то он понимает, чего ждать от Зулусов. Да, у них раньше корпуса. Да, импи у них тоже очень сильный юнит. Но ко всему этому можно подготовиться. А если вы играете в сетевой партии, то, скорее всего, это просто будет упорочкой и выключение двух игроков. И проблема Зулусов как раз в том, что у них нету никаких способностей, которые позволяют играть на развитие. Это цивилизация, заточенная только на войну. И все плюшки она получит только если будет воевать и кого-то захватывать. Но вот этот аспект действительно сделан очень мощно. И все способности Зулусов друг друга дополняют, чего тоже нечасто увидишь в шестой циве. Способность лидера, например, про религию, способность цивилизации куда-нибудь в увеличение дипломатических очков. И все это что в лес, что под рова. А вот у Зулусов все четко заточено на ранние корпуса и армии, на захват и удержание городов. Потому что армии и корпуса в этих городах будут давать лояльность. Тем не менее, средняя, потому что вот такая концентрация только на военной составляющей. Поехали дальше. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев. А некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Индия. Индия никогда не меняется. Тоже была во всех частях Сидмейрс Цивилизейшн. И там тоже один сплошной Ганди. Ехал Ганди через Ганди, 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 Ганди. Во второй циве он был разбавлен Индирой Ганди. А в четвертой еще Ашока был лидером. Но вот в шестой к ним еще и Чандрагупта примкнул. Место появления у Индии не прописано, поэтому оно просто появится в каких-нибудь оставшихся местах после того, как все нормальные разберут другие цивилизации. Так что да, обычно Индия появляется в каких-нибудь лугах. Уникальная способность цивилизации называется Тхарма. Индия получает бонусы последователей от каждой религии, насчитывающей хотя бы одного последователя в городе. Кроме того, хотя бы один последователь любой религии добавляет одно счастье городу. То есть если в городе, например, есть хотя бы один последователь трех разных религий, то в городе у Индии будет плюс три счастья. И, наконец, плюс два заряда миссионерам и плюс 100% религиозного давления от торговых путей. Как вы понимаете, все это сделано, чтобы было проще разносить разные религии по своим городам и, соответственно, от этого получать бонусы. Способность лидера Ганди, Сатья Граха, дает плюс пять веры за каждую известную Индии цивилизацию, включая саму Индию, которая основала религию и в настоящее время не воюет. По-моему, на самой большой карте можно максимум восемь, что ли, религий основать. То есть вполне можно иметь плюс сорок веры вообще ни за что. Кроме того, враждебные цивилизации, воюющие с Ганди, получают в два раза больше усталости от войны. У Чандрагупты же уникальная способность называется Артхашастра и позволяет ему начать войну для расширения территории после открытия цивико-военная подготовка. Все другие цивилизации подобную войну за расширение могут начать только открыв мобилизацию. Мобилизация в новом времени, а военная подготовка в античности. Кто не понимает, что такое война за расширение территории, это если рядом с двумя вашими городами в радиусе 10 клеток есть хотя бы два города соперника. Так вот, эта война за расширение территории Чандрагупте всем юнитам дает плюс 5 боевой мощи и плюс 2 очка на перемещение на 10 ходов после начала войны. Так что если вдруг с вами рядом Чандрагупта, и он вас осудил, а я напоминаю, что все войны за что-то можно объявлять только через 5 ходов после осуждения, кроме войны Золотого века, ее можно на следующий ход объявить. Так вот, если он вас осудил, то лучше вам объявить войну самому, иначе вот этот бонус 5 боевой мощи и плюс 2 очка перемещения будет работать против вас. Уникальное улучшение Индии называется ступенчатый колодец. Его можно построить на любой ровной местности, но не рядом с другим ступенчатым колодцем. Грубо говоря, это такая продвинутая ферма, потому что он дает плюс 1 еду, потом еще 1 еду, если рядом есть ферма, и еще 1 еду после открытия профессионального спорта, а также плюс 1 жилье. Ферма, напомню, дает только половинку жилья. А также плюс 1 веру рядом со священным местом и плюс еще 1 веру, когда открыт феодализм. Кроме того, во время засухи город, в котором ступенчатый колодец построен, не теряет еду. Реально очень хорошее улучшение для роста городов. Тем более, что Индия практически всегда появляется на каких-нибудь ровных поверхностях. Ну и уникальный юнит индусов называется Вару. Это такой слоник, слонятина такая. Он никого не заменяет, но появляется в той технологии, где всадники. Хотя всадники это легкая кавалерия, а Вару тяжелая. Тем не менее, я предлагаю сравнить со всадниками, потому что как раз в одно время. У Вару сила ближнего боя 40, у всадников 36. У Вару 2 очка перемещения, у всадника 4. Вару стоит 120 производства на стандартной скорости, всадник 80. Правда, всадник требует 20 лошадей, а Вару вообще никакой ресурс не требует, но тем не менее, выглядит немножко слабоватым для уникального юнита. Да, у Вару плюс одна видимость, и он дает минус 5 к боевой мощи с соседним вражеским юнитом, но, по-моему, все равно слабовато для уникального юнита. Если у других цивилизаций вы уникальными юнитами сможете какой-нибудь раш сделать, то здесь в Вару скорее такой юнит поддержки. Из-за большой стоимости производства вы их 2-3 штуки сделаете, просто будете выставлять вперед, чтобы снижать силу юнитов, и, видимо, использовать какие-то другие, скорее всего, стреляющие юниты для того, чтобы разобраться с соперником. Но такая тактика города не берет, поэтому я бы не сказал, что в Вару очень хороший уникальный юнит. Еще один минус у Вару в том, что он апгрейдится не в рыцарей, а аж в кирасиров, что, по-моему, не совсем правильно, но вы должны это иметь в виду. Мои зрители в голосовании Индию не очень жалуют. Чандрагуб-то занял последнее место, 58-е во всем голосовании, набрал всего полпроцента голосов, ну и Ганди недалеко от него 53-е место, чуть больше 1%. Правда, совсем другая ситуация в голосовании на самую худшую цивилизацию. Там Ганди занял четвертое место сверху, а вот Чандрагуб-то где-то в середине. При этом полноценного комментария про Индию никто из моих зрителей не написал, мне даже процитировать некого. Просто там пару сообщений, что Индия самая худшая цивилизация в игре. Я с этим не согласен. Я точно обоим лидерам поставлю оценку средне. Индия очень хороша на развитии. Да, бонус Чандрагуб-ты может не всегда работать, особенно в сетевых играх. Против компьютера-то вы сможете объявить подобную войну. Но даже несмотря на это, другие способности, то бишь самой цивилизации и уникального улучшения, вполне это компенсируют. У меня просто рука не поднимается, что одному, что другому лидеру поставить слабо. У вас всегда за Индию будет вера, которую в 6-й циве можно на много разных ништячков потратить. У вас всегда будет счастье от этой веры и от разных религий. В городах, скорее всего, еще разные бонусы от последователей религии, в зависимости от того, как вы их будете разносить. Возможно, вы просто не очень хорошо разобрались, как это работает, но способности Индии точно компенсируют друг дружку и вместе начинают работать очень хорошо. Наверное, наверное, кто-то напишет в комментариях, что Чандрагуб-те можно было поставить слабо, тем более, что он в вашем голосовании последнее место занял. Но, по моим ощущениям, сколько я не играл за Индию, вполне приятная цивилизация на развитие, а ее военные бонусы не дадут вас просто так захватить. Так что, спорьте со мной в комментариях, а я иду дальше. Индонезия впервые появилась в серии игр Сидмэс Цивилизэйшн в прошлой, пятой части, и была одной из самых слабых цивилизаций. Кстати, параллельно можете посмотреть мой рейтинг цивилизаций для пятой части. Ссылку, пожалуй, тоже оставлю в прикрепленном комментарии. Место появления Индонезии побережье, прописано вторым уровнем, выше только у одной цивилизации, у Португалии, так что, даже если в партии будет Португалия, Индонезия сто процентов на каком-нибудь побережье да появится. А это нужно для того, чтобы работали ее бонусы. Способность цивилизации называется Великая Нусантара. Побережье дает маленький бонус соседства священным местам, кампусам, театральным площадям и промышленным зонам, а также плюс одно счастье развлекательному комплексу. Причем побережье, как вы понимаете, это не только на море или океане, но и рядом с озером. То есть любые водные поверхности служат у Индонезии бонусом для районов, как горы для кампуса. Не для всех районов, но для самых важных. И это позволяет всегда Индонезии развиваться очень неплохо. Бонус лидера Индонезии, а это Трипхувана, называется Великая Богиня Трех Миров и дает плюс две веры, если центр города на берегу моря или озера, то есть опять на побережье. Кроме того, можно покупать морские юниты за веру, а религиозные юниты не тратят очки перемещения при погружении на воду или высадке на сушу. Тоже очень неплохой бонус, который просто так вам дает веру и в отличие от всех других цивилизаций, вам даже особо не надо религию основывать, чтобы потом за веру в каких-нибудь золотых веках покупать рабочих или поселенцев или тратить их на великих людей. Веры за Индонезию у вас действительно будет много. Причем тут даже от типа карты не особо зависит. Очень-очень мало карт в шестой цивилизе, на которых вообще нету никаких водоемов. Сколько я не играл за Индонезию, а у меня на канале наверное игр 5 есть, она всегда появляется в таких местах, где вы можете нормально города на побережье поставить. Уникальное улучшение называется Кампонг и строится опять же на побережье в море или том же озере рядом с морскими ресурсами, то есть рядом с крабом, рядом с рыбой, рядом с китами вот такого типа и дает одно производство, одну еду и одно жилье. Причем еду за каждое соседнее рыбацкое судно. Потом еще одно дополнительное производство после открытия строительной инженерии, а также дает туризм, равный доходу еды. Так что если у вас на побережье много ресурсов, да даже немного средних ресурсов, Кампонги вам будут выдавать очень крутые бонусы. И у вас города будут расти как на дрожжах. Уникальный юнит Индонезии называется Джонка, заменяет фрегаты, но имейте в виду, что он открывается не в дереве технологий, а в социальных политиках, в наемниках. Так что чтобы быстрее открыть Джонки вам надо идти по культуре. Чуть дороже в производстве 300 молотков вместо 280, зато двигается на 6 очков перемещения вместо 4 у фрегата и получает плюс 5 к боевой мощи, если прикреплен юнит. Но это имеется в виду, например, если вы флотоводца прикрепите к Джонке, то получите вот такой бонус. При этом прикрепленные юниты не замедляются, то есть тоже будут на 6 очков перемещения двигаться. Во всем остальном, что в ближнем бою, что в дальнем Джонка соответствует фрегату и кажется, что ничего особенного, но, во-первых, она точно у вас появится раньше, чем фрегаты. Во-вторых, напоминаю, Индонезия единственная цивилизация, которая за веру может покупать морские юниты. Все остальные цивилизации могут покупать за веру только наземные юниты, и то, если построят второе здание в правительственной площади, что там, резиденция магистра, да, которая называется. Индонезия же может покупать в любом случае. К тому же, вера у нее 100% будет, даже несмотря на то, что она может не основать религию. Вот и получается, что Джонка очень смертоносное оружие, тем более, она еще и на 6 клеток двигается, то есть приедут к вам они очень быстро. Зрители же мои Индонезию не очень распробовали и поставили только на 48 место, отдав полтора процента голосов. И никто даже завалящего отзыва о бедной Трипхуване решил не оставлять. Как же вы, ребята, все-таки недооцениваете эту цивилизацию? Я ставлю Индонезии, несомненно, оценку сильно. У нее есть все и для развития, и для войны. Да, больше заточено на морские карты, но даже если моря немного, то возможность покупать морские юниты в любой момент. Очень хороший бонус, потому что они тоже дают силу городу. Так что пересмотрите свое отношение к Индонезии и взгляните на нее еще раз. Настоятельно рекомендую. Здорово, стратегические жевжики. Вот и подошла к концу шестая серия рейтинга цивилизаций. Не забудьте посмотреть предыдущие выпуски. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии, в плейлисте рейтинга. Все, посмотрите. Но я вот сейчас к вам так обращаюсь лично извиниться за то, что полгода не продолжался рейтинг цивилизации. Я думаю, вы все понимаете, почему, что сейчас происходит, нападение России на Украину. Лично меня это сильно поразило и задело, и просто я не мог найти силы для того, чтобы заняться, продолжать заниматься этим проектом. Потому что каждое видео рейтинга цивилизации требует много усилий по монтажу, по записи, по созданию и так далее, и так далее, и так далее. Но я вижу, что спонсоры канала есть, я вижу, что люди мне присылают на PayPal денежку, говоря о том, что их видео, мои видео их поддерживают, и это в первую очередь меня и заставляет делать рейтинг цивилизации, записывать другие, но я еще раз повторю, запись партии, запись вот таких летсплеев, она требует намного меньше усилий, чем подобные видеообзоров или видеорейтингов. И когда я чувствую, что эти видео вам помогают как-то пережить моменты вот этой войны, оно меня и вдохновляет несомненно тоже. Сразу отвечаю тем, кто опять будет выставлять мне претензии, что я в игровом канале говорю про политику, ребята, это не политика, это война первая, а во-вторых, я это говорю, чтобы поддержать тех, кого эта война в первую очередь поразила, у кого погибли родственники, друзья, у кого разбомблены города, то есть почему я должен не их чувства беречь и защищать и для них делать, а ваши, которые тех, кто не хочет, чтобы нам про политику на игровом канале говорили, идите вы, знаете, куда, за большим российским кораблем. В общем, буду стараться взять себя в руки и почаще рейтинг цивилизации делать, ну а вы денежку на Paypal кто-нибудь пришлите, супер спасибо скажите, станьте спонсором канала, тоже поддержите, но сначала, конечно же, перечислите деньги на нужды ВСУ или украинских беженцев. Вот теперь все, ссылочки на предыдущие рейтинги, как всегда, в описании, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok